Все привет, ребята! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом и желаю вам, чтобы этот год был довольно организованным, чтобы он был успешным, чтобы вы всё всегда успевали, чтобы удача была на вашей стороне и, конечно же, вам здоровья, счастья, любви. И надеюсь, что в этом году вы всё сможете сделать и у вас всё получится. Это должно быть обязательно, это должно быть непременно. Я была не готова к таким переменам в жизни, это всё как-то очень быстро случилось. Как-то вроде бы недавно была весна, мой день рождения, и уже зима и Новый Год, 2016, и для меня эта цифра просто не укладывается в голове. У меня такое чувство, что 2016 это вообще... Господи, как так быстро! Я родилась в 2001 году, и уже, получается, 15 лет я живу в этом мире, и много уже увидела в своей жизни. Но да, конечно, это никак не сравнится с другими людьми, которые старше меня, но для меня этого достаточно, поверьте. За этот год я была в Египте, и мне везумно понравилось, и я довольна своей поездкой. Я надеюсь, что вскоре я ещё куда-нибудь поеду, и да, для вас скоро будет сюрприз, и он будет очень-очень скоро. Я надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал и будете ждать конца учебного года, потому что вас ждёт БАМ! В этом году я чувствовала себя ужасно неорганизованной, и это всё началось с того, что я не выложила видео вовремя, после Нового Года, которые я обещала выложить вам 2-го, или даже 1-го января я выложила его вроде бы 5-го или 6-го, вот. Всё началось с этого, но я надеюсь, что в этом году я исправлюсь, в этом году всё будет нормально, и, ребята, боже мой, пожелайте мне удачи в сдаче экзаменов, и также пожелайте мне удачи в монтаже видео, и пожелайте мне удачи в сдаче сольфеджио в этом году в музыкальной школе. Правда, это будет всё в мае, и в мае у меня будет очень насыщенным. Во-первых, день рождения, во-вторых, для меня и для вас сюрприз, в-третьих, я сдаю экзамены, в-четвёртых, я сдаю экзамены по сольфеджио. Вот. Я надеюсь, что всё будет хорошо, и я очень буду стараться, и обещаю вам, что видеоблогинг я не блор... мне... Киви! Кивунечка! Киви, Дед Мороз тебе ничего не подарит! О, какая тишина! В общем, в этом году я себя чувствовала просто такой, чисто, я лишняя, да, ладно, сорян, буду просто молчать, и буду мало делать движений, да, буду менее активной, будут плохие оценки, всё плохо просто, вот. Вот. И этот учебный год, вернее, этот семестр я закончила с таким небольшим неудовлетворением, да, и я реально ожидала немножечко большего, но зато у меня по-английскому десятка семестр. Скажите, кто здесь крутой? Я здесь крутая. В этом году, в принципе, меня не устроило некоторые вещи, вот то, что моя неорганизованность, моё какое-то такое резкое повзросление, я не знаю, что со мной произошло. Также в этом году я принялась читать книги, и для меня это очень хороший факт, которому я поставлю огромный плюсик. Вообще, я очень старалась, чтобы 2015 год был более лучшим, но всё равно для меня самым успешным, наверное, остаётся 2013, вот, потому что в 2013 я записала песню, записала даже две песни с Александром Пономарёвым сама, и ещё я спела с Александром Пономарёвым два раза, вот. Правда, я не могу этим гордиться сто лет, в плане, что это было... У меня с математикой плохо. Это было... Это было два года назад, но я не останавливаюсь на этом, и, возможно, вскоре я не обещаю вам, потому что, когда я обещаю, это всё не сбывается. Возможно, вскоре для вас будут ещё какие-то сюрпризы в песнях, не знаю, будут какие-то выступления, и обязательно будут каверы, и я очень надеюсь, что они уже будут, потому что я всё обещаю и обещаю, но я почему-то на камеру петь не могу. В общем, ребята, следующий год, я надеюсь, что он будет более организованным, я вот так держу кулачки, чтобы у всех просто всё получилось в следующем году. Всё, что вы мечтали сделать в 2015-м или ранее, но у вас эта мечта никак не сбывалась, вы всё никак не могли приступить к этой мечте, вернее, не знаю, закончить эту мечту, закрыть её, и всё, вот, вы её достигли, эту мечту, и да, и просто гордиться, вот. Я вот сделал это. Я безумно хочу, чтобы в этом, в 2016-м году, был какой-то успех, и я чувствую, что вот за 2015-й год я выросла, и выросла не в плохую сторону, как некоторые вырастают, выросла вот реально, физически и морально, и это очень круто, потому что я уже чувствую себя нормальным человеком. Не знаю, это очень круто, когда ты понимаешь, что ты достиг чего-то в этой жизни. Не хочется упускать 2015-й, хочется изменить некоторые моменты. Но самое главное, что 2015-й год мне оказался самым ужасным, вот таким прямо фу-фу-фу, просто капец. Вот. За 2015-й год я почувствовала такой толчок, рывок вперёд, и это реально меня вдохновляет. Я сама себя вдохновляю, что я выросла. Это реально очень прикольное чувство, чувство самоудовлетворения, что ли. Вот. И спасибо вам за то, что в прошлом году, когда был Новый год, у меня было там 200 с чем-то подписчиков, может меньше, может чуть больше, а сейчас вас уже более 500, и я благодарю вас за это. Просто вы самые крутые у меня, я вас очень сильно люблю. Пусть Новый год будет для вас хорошим, успешным, и желаю вам, чтобы вы никогда не сдавались, чтобы вы всегда шли к своей цели. И обязательно составьте сейчас список дел, которые вы хотите сделать в 2016-м году, и обязательно сделайте их, и тогда вы почувствуете, какой вы молодец в конце 2016-го года. И тогда вы вдохновите себя быть ещё лучше, и с каждым годом вы будете всё расти, 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 не физически, а морально. Ну, физически тоже, наверное. И вы станете очень хорошим человеком. Ну, а с вами была я, Аня. Желаю вам всего самого лучшего в Новом году, и я вас безумно люблю. И всем пока! С Новым годом! С Новым годом!